Настало время поговорить об образно-волевых настроях. Образ. Образ – это уже форма, в которой имеется энергия. Раз. Воля. Можно сказать, это способность насыщать этот образ энергией и поддерживать его во времени. О, белочка, кстати, бегет. Видите, белка. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля, белчонок маленький. А-он. Так вот. Самая основная способность человека – это как раз умение мыслить, умение пользоваться своим сознанием. Вон она побежала, белочка. Маханька, белочка, белчонок. Умение пользоваться своим сознанием. Причем сознание можно использовать как в целях оздоровления, лечения, творчества. Ну и прочее применение. То есть практически что-либо в начале человек сделает, начало раздается в его сознании. И насколько это все, как бы сказать, мощно проявляется в сознании, работа, настолько это, в конце концов, будет проявлено и в материальном мире. Так вот, образно-волевые настрои. Представляете, поярче образ. Чем ярче образ, тем, значит, больше энергетики туда вложили. Ну и воля – это как раз вот то, что туда влаживаете. Так, и если вы представите какой-то омолаживающий образ, то вы вот представили, ну, желательно, самого себя, да? Когда вам было лет, там, 20, 25, там, 30, когда вы были в наилучшей форме. И этот образ одеваете на себя. Одеваете на себя. Вот у меня сразу начинаются изменения, да? Я чувствую такие. То есть какие-то мурашки идут, какой-то, значит, вот легкость появляется, такая энергичность появляется. То есть образ уже заработан. Это важно чувствовать. Не просто, а чувствовать. Одеваете на себя. Можно использовать далее, значит, слова. Каждое слово есть выражение, я считаю, той или иной космической силы, которую мы привлекаем. И поэтому, ну, допустим, вот слово «хорошо». Хорошо привлекает все хорошее, что, грубо говоря, нас окружает. Во всех, так сказать, планах материальном, духовном, любовном, творческом и так далее. Это вот «хорошо». И вот когда говорят, все будет хорошо, будет хорошо. Смотрите, как я только сказал, будет хорошо. Вот этот образ хорошего с меня слез. Он просто слез и все. Я не чувствую, что хорошее сейчас здесь мы у меня. Будет. Оно где-то будет в этом, в будущем. А мне-то надо, чтобы это сейчас. Не в прошлом, не в будущем, а сейчас. Поэтому я опять говорю, хорошо. 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 Меняется выражение лица. Меняется энергетика. Меняется восприятие мира. Понимаете? Потому что это хорошо сейчас со мной. Раз. Далее. Ну, допустим, у вас слабое там сердце после инфаркта, или еще что-нибудь там такое. Как его укрепляет сердце? Орган, который чутко откликается на наши эмоции. Есть мнение, что это в основном главный орган эмоций любви. Особенно эмоции, связанные вот с любовью, с чем-то таким вот. Ну, таким вот, таким вот, таким вот, таким вот, таким вот. Трудно это высказать словами. Но тем не менее. И вот вы обращаетесь к своему сердечку. Милое сердечко. То есть надо всегда уважительно обращаться к своим органам. Каждый орган имеет свое сознание. Он слышит, что вы ему говорите мысленно, там, или это самое, или словами. Вот. Милое сердце, я тебя питаю, я тебя люблю, я тебя умеренно тренирую. Ну, укрепляйся. Вот видите, укрепляйся, это уже в будущем. Ну, может, кстати, укрепляйся. Ты укрепляешься, ты становишься сильнее. Я чувствую, как ты становишься сильнее. Вот ты стала сильнее и сильнее. Сильнее и юношески молодое. Вот еще вот эти слова, юношески молодое, оно притягивает то время юности, понимаете. Когда вы тут носились, полные энергии, не знали, куда девать. Молодость, вот опять-таки, вот она притягивает все, что было в молодости. Мое сердце юношески молодое. Работает великолепно. Вот эти вот все слова, понимаете, в превосходной степени должны быть. Тогда они вот как раз то, что надо делать. Работает великолепно. Я радуюсь тому, как ты работаешь. Ты прекрасно работаешь, великолепно работаешь. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. И понимаете, вот с каждым разом, когда вы говорите, я люблю тебя, я люблю тебя. Отсюда, знаете, вот такой вот у меня был, знаете, так посыл. Раз. Потом, когда я сказал, люблю. Два. Когда я еще сказал, еще энергетика. Три. И сейчас вот еще она больше стала. И в конце концов, я люблю всю эту вселенную. Я люблю себя в этой вселенной. Я радуюсь. Я радуюсь каждому моменту жизни. Конечно, радоваться каждому моменту жизни очень сложно, потому что те или иные обстоятельства тут, сознание это. Но, по крайней мере, когда человек особенно болеет, он лежит, ему надо себя восстанавливать. Поэтому ни телевизор смотреть какие-то там, ни в интернете шарить. Лег, или там идешь, сидишь, вот, и себе даешь. Вот. Накачиваешь себя, накачиваешь себя энергией вот этой вот. То есть, как наше сознание может действительно очень сильно, ну, даже, можно так сказать, безразмерно сильно, накачать наши тонкие тела, энергией. А через них, естественно, и физическое тело. Вот. Ну, например, к суставам. Мои суставы гибкие. Представляете, мои суставы гибкие. Они эластичные связочки. Суставной жидкости чистейшего состава, нужного для их работы, выделяется и выделилось достаточное количество. Суставы, связочки великолепны. Юны, работоспособны. Вот слово работоспособность желательно как-то заменить. Я просто не найду такой какой-то аналог. Великолепно движется. Вот это движение. Потому что работоспособность там как-то, вот, в образно-волевых настроях надо подбирать слова, которые будут действовать целенаправленно. Понимаете, такая бах! И попали туда, куда надо. А не просто в целом. Это большая разница. Мои суставы эластичные, гибкие. Юношески молодые. Вот это вот сочетание юношески молодые, оно оказывается, это очень мощное действие. Юношески молодые. Здоровые. Вот если можно сказать неимоверно, вот слово тоже вроде какое-то значение и имеет, но не то. Приставка не может перечеркивать вас весь вот этот образно-волевой настрой. Значит, вы его отбрасываете. Постарайтесь, чтобы не было в образно-волевых настроях. Приставки не. И можно начинать хотя бы с двух слов, даже с одного слова. Хорошо. Хорошо. Мне хорошо. Хорошо. И дальше, дальше, самое интересное, вы входите вот в это состояние, и сознание само вам подскажет следующие слова. Хорошо. Я чувствую, как природа ласкает меня. Вот этот вот мир радуется вместе со мной. Мир радуется вместе со мной. Вот это очень важно почувствовать, понимаете. И для того, чтобы это почувствовать, надо оторваться от нашей обыденной жизни. И у вас тогда возникнет радость, у вас возникнет смех. Вот это как раз говорит о том, что вы вошли в это состояние. Вошли в это состояние радости. Вам смешно, вам радостно. Знаете, я как ребенок радуюсь всему, что вижу. Белый снег кругом лежит. Радуются глазки. Я иду, мне хорошо. Сердце радостно поет. Ай, хорошо. И здесь, и там, где я есть. То есть, вы видели, как я довел себя до вот этого состояния. Когда, когда, смотрите, образно-волевой настрой, можно еще сравнить вообще наш организм с лампочкой. Вот через лампочку подается определенный ток. Нить накаливается, и лампочка светит. То есть, это как раз вот это жизненное проявление в нашем организме происходит. Они должны быть, ну, грубо говоря, нормальные, там, 100%. Да? А вот какие-то известия получили вы неприятные, заботы. Вот я сразу чувствую, как я из этого состояния вышел. Все. Все куда-то расселось. То есть, уже на мне нету фокуса радости. Так вот, энергетика ваша понизилась, ну, допустим, до 80%. И лампочка светит, ваша лампочка внутренняя энергетика светит на 80%. Уже, значит, идут не так, как надо, процессы там, пищеварения, обмена веществ, выделения. То есть, начинается потихонечку зашлаковка вашего организма. О! Да? А когда с помощью образного левого настроя вы только раз порадовались, ввелись в это состояние ваша лампочка, значит, стала на 120 светить. За счет этого 120% уже начинаются процессы исцеления организма, очищения организма. Вот. И, ну, более успешные ваши творческие способности проявляются. Но все это надо делать сознанием. То есть, им надо работать. А не направлять, допустим, на что-то такое. Вот. В телефон уткнулись и смотрите. А, что там написал? Кто там? О-о-о-о! А, тем более компьютерную игру. Фигачите! Все ваше сознание. То есть, куда направлено сознание, туда утекает энергия. Вот в чем. Вопрос. Так, сколько времени я хожу? Ну, пожалуй, пожалуй, пожалуй можно заканчивать на этом вот что я хотел рассказать об образно-волевых настроях они должны быть они должны быть близки вам по духу вы должны понимать значение этих слов значение самого процесса и самое важное вы должны это все чувствовать вот она допустим вот энергия вливается и она вливается а допустим что-то вы сказали там не тот а тот очень осторожно со словами надо быть то что некоторые слова могут прикрывать нашу энергетику ну довольно таки хорошо играть в депрессию а вот радость радость я рад я рад я рад я рад тому что в конце концов набрался ума и стала до меня доходить и дошло многие простые вещи и среди них образно-волевые настрои я как раз написал специальную книжку по сытину сытин у нас был пионер в этом направлении а до сытина что были были заговоры заговоры очень хитрая наука которые еще я встречал людей которые бы ее разобрали я так стал пытаться там кое-что для себя изучать и в газете малахов про выкладывают так что можете почитать там статьи заговор народное наследие образно-волевой настрой здоровье здоровье